Хорошо. Вы готовы работать? Значит, всю информацию обо мне, о нашей компании ProDelo.RF, вы можете узнать на сайте ProDelo.RF. Тема наша сегодня – как подбирать руководителя отдела продаж. Ну, некоторые инструменты годятся, конечно, не только для руководителя отдела продаж. Поднимите руки для тех, кого вообще это актуально. Кто из вас вообще выбирает себе руководителя? А кто, может быть, сам руководитель и, может быть, ищет себе заместителя? Отлично. Окей. Поехали тогда. Смотрите, первое задание. Предположим, вам необходимо подобрать руководителя отдела активных продаж. И вы даете задание, одно из заданий кандидату. Скажите, пожалуйста, ваш кандидат, которого вы пропустите после этого задания дальше, какую фигуру из этих должен выбрать? 30 секунд на размышление. Какую фигуру должен выбрать ваш кандидат, который, соответственно, должен стать руководителем отдела активных продаж? Сейчас. Хорошо. Поднимите руки, кто считает, что квадрат. Есть ли такие? Хорошо. Отлично. Кто прямоугольник считает? Так, так, так. Хорошо. Кто треугольник? Раз, два, три. Хорошо. Кто круг? Хорошо. И кто зигзаг? Расшифровывать не буду. Правильный ответ треугольник. Едем дальше. У вас четыре должности. Начальник цеха, ну на производстве. Юрист. Менеджер по активным продажам. И HR менеджер. У вас есть четыре кандидата. А, Б, С и Д. Видно? Видно? Хорошо. Вам нужно по тому, как эти четыре кандидата отвечают на вопрос. Ну, например, задают вопрос четырем людям. Что случилось? Кандидат А отвечает вот так. Кандидат Б отвечает вот так. Кандидат С отвечает вот так. Кандидат Д отвечает вот так. Вам лучше пересесть. На самом деле, мне вообще кажется, что вы сейчас все пропустите. Вот. И второй вопрос задают, а они снова отвечают там другой вопрос другим образом. Вам нужно понять, кто для какой позиции лучше предрасположен. Идея понятна? Четыре позиции, четыре кандидата. У вас на это минута. Время пошло. Кто готов, руку поднимайте. Кто готов, поднимайте руку. Раз. Не надо ковырять носу, давайте лучше руки поднимать. Непонятно, кто-то волосы шевелит там. Спасибо. Спасибо. Все, время закончилось. Ваши варианты. Итак, кто такой кандидат А? Ответ правильный. Кто такой кандидат Б? Кто считает, что начальник цеха? Поднимите руку. Хреновый начальник цеха. Кто считает, что это юрист? Нет, это менеджер по активным продажам. Едем дальше. Ну, обратным ходом вы, конечно же, догадаетесь, кто такой кандидат С. Нет. Начальник цеха, спасибо. Идея, это юрист. Окей. Разбейтесь, пожалуйста, на пару. Пару, пару найдите себе сейчас. Не надо заселяться ни в какой вип-домик, просто найдите себе пару. Хорошо, кто остался без пары, руки поднимите. Есть такие? Кто без пары еще остался? Вот, вот, вот человек без пары. Вот, подойди к нему. Отлично. Нужно поиграть в такую игру в течение двух минут еврейский футбол. Знаете, нужно разговаривать друг с другом вопросами. Ну, например, я спрашиваю, а чего ты на меня смотришь? Задай мне вопрос. Ты долго меня еще об этом будешь спрашивать? Зачем ты это задаешь? Как пойдет, все, ты проиграл. Смотрите, поняли, да? Надо до трех побед. До трех побед. У вас две минуты, время пошло, начали. Хорошо проиграл, молодец. Нельзя давать ответа. Можно только задавать вопрос. Вам вопрос, вы вопрос в ответ. Вон, смотри, там девушка вот сидит, отдыхает. Ты бы с ней могла поработаться. Ну, еще время есть. Нельзя, нет, 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 конечно, нет. Задавать надо вопросы. И не надо тупить только, тупить не надо. А ты, а ты, а ты, а ты, а ты, вот это не считается, да? Надо в контексте быть, в контексте. Быть в контексте. И не надо, а почему, а почему, а почему, а почему тоже не работает. Заканчивайте, у вас 30 секунд осталось. Все, закончили, закончили упражнение. Упражнение закончилось. Закончилось упражнение. Поднимите руки те, кому удалось выиграть три раза. Три раза выиграть удалось. Отлично. Вы идете руководить отделом активных продаж. Поднимите руки те, кто не давал выиграть три раза. Вот не давал, защищал эту историю. Ни в коем случае, ни шагу назад. Все отлично. Вы руководите отделом по работе с текущими клиентами. Поздравляю, вы наняты. Двигаемся дальше. Дальше. Что мы сейчас с вами увидели? Это три вектора оценки. То, как мы можем смотреть на кандидата. Первый вектор – это мышление. К нему относятся тесты, кейсы, всевозможные. То есть мы предполагаем, давая человеку какой-то тест, как вы делали в начале по фигурам, помните, что человек, раз он так думает, значит, он так действует в реальной жизни. Как вы понимаете, это справедливо легче отчасти, поэтому это всего лишь один вектор. Поэтому, когда меня спрашивают, можно ли только на основании теста принимать решения на имя человека, я говорю условно. Второе – это речь. В такой профессиональной языке это называется язык метапрограмм. Потому что вы уже видели, люди с разными склонностями формулируют по-разному. Да, это вы видели во втором тесте. Было такое? И третье. Мы наблюдаем за поведением. То есть я ставлю вас в некую ситуацию, как было сейчас, ответ вопросом на вопрос и наблюдаю за вами. И в зависимости от того, кто мне нужен, какой должен быть руководитель отдела, я наблюдаю свою реакцию. Идея понятна? Поэтому, чтобы сделать вывод по человеку, вам нужно три вектора оценки. Мало только слушать его. Мало только давать ему тесты. Нужно, чтобы все это пересекалось между собой. Идея понятна? Ну, кивните хотя бы. Или непонятно? Быстро будем работать? Что вы думали? Предположим, вы идете по проспекту, и вы консультант. И вам звонок достается и говорит там, Маша, Петя, слушай, нужно тут интересного человечка посмотреть на должность руководителя отдела продаж или коммерческого директора. Можете в течение часа подъехать, надо посмотреть. Что у вас может быть в рукаве на этот случай? Пять техник, которые я часто использую в такой ситуации. Первая техника, которая у вас в рукаве, называется расставь приоритеты. Вы можете в дороге написать 10 задач. И попросить человека на собеседование расставить приоритеты. Вопрос к вам. Что это выявляет? Что я могу оценить после того, как он закончит? Ну, все. Далее он расставил, что это выявляет. Ну-ка дайте мне. Привязан к работе. Спасибо. Как это по-другому еще сформулировать? Ориентирован, мотивация, способность. Да. Вообще способность его системно мыслить, да? Хорошо. А может ли он вообще отталкиваться от цели и говорит? А если цель такая, то приоритеты такие. Смените цель. Другие приоритеты поменяются. Вообще насколько он целесообразен. Идея понятна? Мы не будем долго останавливаться на каждом. У нас всего полчаса. Надо набросать вам максимум. Поэтому едем дальше. Следующий пункт будет следующий. Попросите провести его с собой в собеседовании. Предположим, он начальник отдела продаж. Я ваш менеджер. Пособеседуй меня пять минут. И скажи, можешь ли ты меня пропустить дальше? Идея понятна, да? Все, мы меняемся местами. Теперь не я HR, ты HR. Я менеджер. Собеседуй меня. Что этим можем выяснить? Ну-ну-ну-ну-ну. Что там? Что? Вот смотри. Наблюдая за тем, как он нас собеседует. Что мы можем выяснить? Пета. Периоритеты уже было. Лидерские качества? Расшифруй немножко. Хорошо, еще. Еще что выясняем? Глубже спускайтесь. Еще вот все поверх. Да, чуть-чуть. Еще что? Ценности, да, еще глубже. Ну что он ценит в людях? Какую команду он вообще будет строить? Понятно, да? Потому что после же этого я спрошу его, а почему ты меня пропускаешь? Мои плюсы и минусы. Возьмешь ли меня в отдел, если да, то почему? Если не возьмешь, то почему? Идея понятна? Следующее. Вы можете сделать такой тест, попросить его нарисовать себя, собственно, что такое для него руководить. И он рисует вам этот такой рисунок. Скажите мне, пожалуйста, плюсы и минусы человека, который рисует такой рисунок, ну, несмотря на то, что ему просто пять лет, да? Вот. И он вряд ли руководит отделом. Серьезно. Какие могут быть плюсы и минусы у человека, который рисует такой рисунок? Позитивный, супер. Что еще? Больше, чем другие. Отлично. И в этом минус какой? Под ним не растут профессионалы. Спасибо. Еще. Что еще? Какой плюс и какой минус? Быстро, быстро, быстро. Ну, не тормозим уже, тупить нельзя. Инфантильный, возможно. То есть ему будет принимать сложно жесткие решения. Да? Внедрять изменения, прорывать новый рынок, запускать новые продукты. Надо быть жестче. Ему вряд ли это прийти. То он, скорее всего, будет делать сам. Это называется он голова. Вокруг него кто? Руки. Где там будут эксперты? Ну, при этом он хороший командосшиватель. У него всегда будет позитив, хороший настрой. И это очень хороший чувак на старте, чтобы раскачать болтанку. Но с системой у него и системным мышлением точно проблемы. Это точно. Что ты говоришь? С делегированием абсолютно точно. Это называется ромашка. Я в центре, вокруг меня руки. Едем дальше. Какой еще тест можем дать? Замотивируй меня остаться. Предположим, я твой сотрудник. И я работаю у тебя пять лет. И я стал подыскивать в интернете работу, но так как я работаю с тобой пять лет, я тебя уважаю, я пришел с тобой посоветоваться. Твоя задача замотивирует меня остаться. Что мы выясняем этим тестом? Это на собеседовании вы просите. Замотивируй меня остаться. Что мы можем выяснить? У него мотивация. Спасибо. Еще. Это все про это же. Еще, еще, еще глубже. Ну, ребят, ну, ну. Что? Скифициалист сколько стоит. Хорошо, дальше. Что? Что знает про компанию еще? Системное мышление, да? Вообще, владение техниками мотивации, да? Ну, конечно, напрямую это не про… Что? Сколько он быстро вообще от них готов отталкиваться, держится ли он за людей, насколько он глубже готов их изучать, знать, и так далее, и так далее. Понятно. Ну, и косвенно мы выясняем, конечно, модель мышления, мотивации, и так далее, и так далее. И последняя, пятая техника, это дайте ему послушать звонок менеджера, и пусть он даст обратную связь. Идея понятна. Вы даете звонок ему послушать, пусть он даст обратную связь. Еще круче фишку, которую мы делали, это когда мы звоним на его предыдущее место работы по громкой связи, он разговаривает со своим менеджером под видом клиента, и он должен дать обратную связь. О, это ваш вообще. Ну, как бы, извините, я вам наврал, как бы тут. Как бы, я же оттуда и ухожу, потому что я там наследил, вы же понимаете, да? Вот, как бы такие люди там работают после меня. Вот, поэтому вот, собственно, эти методы. Пять экспресс-методов, вот они. Расставь приоритеты, собеседование, картинка и так далее. Ребят, так как двигаемся, понятна идея, инструменты понятны. Ну, не задерживаемся, если вам будет нужно, и в конце контакта оставлю, напишите, расшифрую. Едем дальше. Давайте поговорим про семь смертных грехов, которые, я считаю, допускают часто руководители в подборе руководителя отдела продаж коммерческих директоров. Первый смертный грех, что он делает? Говорит, фу, это вкусовщина. Когда руководитель говорит, фу, это плохой, это хороший сотрудник. Почему он так делает? Потому что он не знает критериев, у него нет профиля оценки, он начинает вкусовщиной заниматься, нравится, не нравится, знаете, как в одежде. Говорят, для всех есть своя должность, для каждого продукции своя целевая аудитория. Понятная идея? Окей, двигаемся дальше. Что для этого нужно делать? Составлять профиль должности. Это не должностные инструкции. Это не должностные инструкции. Можете написать там более подробно мне. Самое главное, что отличает профиль должности от должностных инструкций, это модель мотивации, модель компетенции. То есть подходит, если даже мы его берем, то что в нем надо развивать? Понятно, да? С чем сравнивать? Едем дальше. О, этого чувака я люблю. Есть ощущение, что это будет самоменеджер. Откуда я это знаю? Человек приходит, у него ничего нет. Непонятны его планы, непонятно, как вы его будете контролировать и непонятно, как вы его будете мотивировать материально-нематериально. То есть предположение, что человек будет сам себя будить, толкать, все за себя решать и так далее. Поэтому, ребят, перед тем, как вы набираете человека на работу, особенно руководителя, подумайте о его планах работы, о его модели контроля, как вы вообще его будете контролировать. По задачам, по KPI. И о том, как вы его собираетесь мотивировать материально-нематериально. До собеседования. Повторяюсь, до собеседования. Дальше едем. Я называю это сам выплывет. Как батя толкал с лодки, так часто руководитель приходит в компанию и говорят, ну что, вот тебе стол, стул, удачи, встретимся, когда ты мне сдашь там выручки за квартал. Я надеюсь, у тебя все получится, чувачок. Вот. Как эта история лечится? Я думаю, каждый из вас это слово знает на букву А. Адаптация. А у вас. Аттестация. Адаптация. То, что мы не предполагаем. Знаете, у нас есть клиенты из разных стран, в частности из Эстонии. И вот у них производственное предприятие, это компания Фортака. Они вообще не понимают, почему у нас в компании так редко вообще есть модель адаптации каких-либо сотрудников. Они говорят, слушайте, ну это все равно то, что станок. Вы купили станок, загнали его под шхонку и он там стоит. Ну это то же самое, что человек. Вы же его не вовлекаете. Совсем не нужно, чтобы он отдачу быстрее давал. Давайте его включим в производственный процесс. До того, как он еще оказался здесь. Непонятно людям. Едем дальше. Это то, что надо сделать до. Как вы думаете, где руководитель, а где кандидат на работу? Ну? Что? Да, точно. Нет, кандидат с бокалом? Нет, это руководитель. Это руководитель, черт возьми. Конечно, что? Кандидат такой. О, вы знаете, я такой мотивированный. Да. О, вы знаете, я от таких опытов. Там разные опыты классные. Я вам тоже покажу. Да. Это называется очарование. Почему? Потому что люди, задавая какие-либо вопросы, вообще не понимают критериев, что они в этот момент оценивают. Помните, мы делали только что с вами там 3 кейса в начале и 5 экспресс-методов. Вы мне называли, что мы сейчас оцениваем и что мы смотрим. Люди часто ведут собеседование, просто задавая набор вопросов. Я говорю, что ты сейчас оценил? Вот прошло 20 минут собеседования. Там присылают записи интервью. Я говорю, вот 20 минут вашего собеседования прошло. Что ты оценил за эти 20 минут? Ну так, познакомились, рассказала компания. 20 минут дофигел, у вас всего собеседование час. Поздравляю, ты их потратил впустую. Что нужно, чтобы этого избежать? Лист оценки. Что вы снимаете? Какие критерии в процессе собеседования? Едем дальше. Это то, что 4 вещи, которые не нужно совершать до собеседования. О, обожаю этот кадр. Кто это? Это хатик. Это ожидание. Я называю это еще одним грехом. Ожидание. Потому что, когда мы приходим в компанию и спрашиваем, сколько у вас закрывается там, не знаю, должность регионального директора. Они говорят, полгода. Я говорю, отлично, ничего страшного. Покажите отчетность по подбору. Отчетность по подбору? Так это же процессный процесс. Хрен знает, когда он закончится. Я говорю, какой отклик на ваши вакансии? Как вы срубаете кандидатов? Сколько доходит? Сколько не доходит? Что там растет? На каких позициях? И так далее, и так далее. Мы охренели. Мы просто что-то подбираем. Поэтому, ребят, создавайте отчетность по подбору. Там много есть фишек. После того, как есть отчетность, как можно с этой историей работать. Можно вывешивать позиции вообще на других рынках. Например, вам нужен продавец услуг. И вы среди продавцов услуг не можете его найти. Образовательных, например, тех же. Вы начинаете этих продавцов искать из среды преподавателей. Среды бывших бухгалтеров и еще чего-то. Но вы не вывешиваете для них вакансию продавец услуг. Вы вывешиваете эксперт, методолог. А потом, когда человек тебе нормальный приходит, ты говоришь, слушай, чувак, ну ты подходишь нам? Но это, я считаю, большее, чем просто методолог. Подумай об этом. И срабатывает очень часто. Окей. Я называю это допрос. Во время собеседования очень много людей, даже когда она читает всяких умных книг, превращает этот процесс в допрос. Понимаете? Потому что у них нет структуры интервью. Вы помните, что на самом деле у собеседования есть две цели. Какие цели? У собеседования две цели есть. Первое. Отфильтровать. Согласен. Еще какая важная, про которую как раз и забывают. Это отфильтровать. Это все другое. Какая цель на собеседовании? Продать, вовлечь. Ну, конечно, ребят, с одной стороны отфильтровать, с другой стороны вовлечь. Это два одновременных процесса, если хотите, две параллельных цели. Так вот, некоторые устраивают просто допрос. Ты это делал? Нет, играем в игру. Плохо, плохо, плохо. Я плохой, плохой, плохой. Начинает себя бить по щекам. Вот так вот. Поэтому подумайте о том, чтобы у вас была выстроена структура интервью таким образом, чтобы у вас все-таки, вы понимали, что даже если кандидат не проходит, он такой, блин, жалко, что я не прошел. Я буду пытаться снова, потому что там классно, здорово. И у нас много было на наших проектах такого, что люди потом говорили, слушайте, это, по-моему, самое нормальное собеседование за последний месяц, что я ищу работу. Можно, если у меня будет вакансия, я там оставлю контакты с секретарю, и вы меня запишите. И знаете, что говорят не наши клиенты? Нет, ты на свалку идешь, потому что позиция закрыта. На самом деле, ребята, очень круто, если попадаются вам адекватные, но они правда не подходят на эту позицию, составлять некую базу адекватных, мы это называем. Потому что, ну, жизнь большая, вы расширяетесь, все меняется. А согласитесь, иногда нет нехватки профессионалов, профессионалов есть иногда просто нехватка адекватных людей, которые просто в своем уме. Да? У нас даже есть такая компетенция в модели компетенции – адекватность. Как ее померить, ребята? Очень просто. Он не завышает и не занижает. Да? Он адекватен. Вот. Хорошо. Это семь смертных грехов, собственно. Вот они здесь все выложены. Мы про них поговорили. Ну, чего я хочу сказать вам? Ну, во-первых, если да, вам что-то показалось из этого интересным, можете найти меня в сетях, там задать вопрос письменно, устно, по почте, как угодно. Вопросы? Что хотите узнать? Время еще есть. Мы можем побеседовать. Давайте я себе задам вопрос. Как вы думаете, какой на него ответ? Почему так? Это правда. Даже если, вот знаете, в чем фишка? Даже если мы очень технологичны и используем все, про что я вам говорил, и все это у нас есть, у нас есть вторая проблема. Человек все равно может уйти. Ближайшие полгода. Молодец. Как тебя зовут? Все. Ты бог, Иван. Серьезно. Просто. Вот. Это правда, ребят. Потому что крутые хотят работать с крутыми. Вы не думали об этом? Ну, подумайте на этот счет еще раз. Разве это не капитан очевидность? Крутые хотят работать с крутыми. Это значит, что если я эффективный топ-менеджер, я очень требователь от вышестоящего руководителя. И если мной руководит какой-то неадекват, то он ему говорит, либо бизнес отдай, либо я пошел. Серьезно. Потому что ты просто не в адеквате. У тебя сегодня серое, завтра белое, послезавтра черное. Вот. И поэтому, конечно, люди уходят. Конечно. А что же им еще делать-то? Они хотят быть успешными. Понимаете? Поэтому очень многие к нам приходят в консалтинг. Очень многие ребята, которые работают в найме, топ-менеджерами, обязательно приходят в консалтинг для того, чтобы им немножко подпитаться задачами. Какой-то нормальной такой энергии. Вот. Вот такой вопрос можно задать. Еще есть? Вопросы у Андрея. Конечно, к самому себе. Я сейчас дойду, микрофон дам. Ты можешь начинать, а микрофон подойдет к тебе. Тем более ты все слышишь. Как вы организовали три основных задачи адаптации в первые два месяца? Три основных задачи адаптации? Да. Ну давай так. Главная цель адаптации – вывести его на проектную мощность. Это понятная история. Давай о какой позиции мы говорим? Коммерческий директор компании. Первая цель – это чтобы он вник в рынок и почувствовал через разную отчетность показатели наших ключевых клиентов. Мне кажется. Потому что через них дальше ядро 20%, которое дают нам 80% и так далее. Второе – мне нужно понять, какие у него будут вектора, и он должен представить в процессе адаптации, сделать некий аудит. Первые два месяца, два месяца мы тем более говорим с тобой. О том, как он планирует дальше развивать этот отдел. Если он с нуля – это одна история, если не с нуля – это совершенно другая. Отдел или департамент. И третье – это первое решение. Вот какое первое решение он принимает в процессе месяца. Оно, знаешь, даже неважно, верное оно или неверное, но мы возвращаемся через два месяца, и он может обосновать его. Ну, как бы, почему он именно принял такое и так далее. Если да, и если он понимает систему взаимосвязи и может извлекать из этого урока, ты принят, чувак. А если он говорит, да у вас просто сплошные неадекваты, я же тут вообще рульный. До свидания. Вот, наверное, так. Да? Хорошо. Спасибо. Еще. Еще есть? Давайте через микрофон. Давайте, хорошо. Андрей. Меня тоже зовут Андрей. Андрей, а можно смоделировать ситуацию? Вот мне необходимо уволить человека, расстаться с менеджером по продажам. Как это сделать, на ваш взгляд, комфортнее, экологичнее? Ты уволен и выбросить парня из окна, да? И это еще было мягко. Ну, понимаешь, это значит, что это надо, эту работу было начинать до этого, но это значит, что тебе регулярно на постоянной основе, как бы нужно было давать ему шанс, но чтобы он сам понимал, что это шанс. И как бы, ну, Витя и снова нет. А, ну да, да, Витя и снова нет, смотри-ка. Это самое лучшее, смотрите, как бы у вас уже был кейс по переговорам, на мой взгляд, самые лучшие переговоры, если чувак считает, что он крутой, победили вы, и вы такой, да, 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 ты, конечно, крутой. Базара нет. Ты сам, правда, я просто, ты мастер. Намного так лучше, согласись, да. Женя, это твое было решение, серьезно. Я, видишь, я за тебя был вот с самого начала. Женька, давай, приходи к нам, наберешь. И, кстати, может, он действительно, если ты ему задашь эти планки, что, знаете, я часто, когда сталкиваюсь с проблемой увольнения, какой штуки не вижу, я говорю, где список красных флажков? Причем он говорит, да я сейчас тебе накидаю, там проблемы с ним такие, не, 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 которые он воспринял как красные. Ну, то есть это значит, был косяк какой-то с него или была ситуация, и он, ты с ним его проговорил, он говорит, да, 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 мой косяк. И ты такой, красный флажок. В основном это все остается внутри руководителя, тлеет, и когда приходит процесс увольнения, как бы он такой, вот паразит, ничего себе, это он такой лицемер, вся проблема в тебе, чувак, иди, выйди, зайди нормально, поговори со мной. И руководитель такой, охренеть, меня уволили, да? Хорошо, спасибо. Есть вопрос еще? Минута. Андрей, спасибо за доклад, очень познавательно. Скажите, у меня другая проблема. Да, скажи, мне нужно уволить, может быть не уволить. Слушайте, у меня тренинг по увольнению, давайте сделаем отдельный тренинг по увольнению, серьезно. Ну, теперь речь о руководителе. Человек начинал с менеджера, пять лет в бизнесе, бизнес полнишевым, и, соответственно, бизнес вырос. И он не тянет? Сложно сказать. За последний год мы привлекли человека, построили отдел продаж, и такое ощущение, красные флажки мы расставили. Он согласен, что он им не соответствует, но не уходит. Вопрос в том, что делать, как его включить, как включить вторую передачу? Или все-таки уволить? Ничто он в нашей стране не напоминает? Слушай, ну, ты знаешь, я бы его замотивировал на то, что сейчас самый лучший момент для него в жизни уйти. И ты даже за то, чтобы он остался, но он сейчас все просто пропустит в своей жизни. Да. Вот мне кажется, я бы через это пошел, потому что у меня есть в книжке такая глава «Давайте вовремя отпускать людей». И мне кажется, что иногда мы, выдерживая вот эту паузу долгую, понимаешь, мы как бы думаем, что мы заступаемся за людей, делаем им хорошо. Но на самом деле надо показать человеку, что если он сойдет с корабля сейчас, он потом сможет стать и генералом, и фельдмаршалом и так далее. Но если он на нем останется, он всегда будет драять полы. Потому что этот корабль, он уже космический, а не парусный, или это не грибная лодка, в которой он был успешен. Понимаешь? Спасибо большое, ребята. У нас есть еще время на один вопрос, последний. Последний вопрос. Андрей, как ты думаешь, вопрос от выдающего. Тема какая была, мастер-класса? Как найти… Подбор руководителя. Подбор руководителя, да. Почему в конце пошли одни вопросы о том, как увольнять после твоего мастер-класса? Может, они так просто сверили с собой. Ребят, там центральная идея в конце. Я хочу сказать вам, что анализируя процесс подбора руководителей в компании, я могу сказать, что реально успех закладываете вы и неудачу вы. То есть формулируя профиль должности определенным образом, вы либо отсекаете всех адекватов, и поэтому к вам идут неадекваты, либо наоборот, вы создаете все условия для того, чтобы у вас жили адекваты. Ну все, ребят, будьте успешными. Спасибо большое, Андрей. Давайте аплодируем.